Всем большой привет! Сегодня я хочу вам показать классный лайфхак, что можно сделать из вазелина, лимонной кислоты и олова. Так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра! Поехали! Первым делом я взял стеклянную баночку и налил туда обычной воды. А теперь ее нужно нагреть. Делать это я буду при помощи фена, так как в мастерской у меня нет горячей воды. Нагреваем ее хорошенько. Это нужно для того, чтобы лимонная кислота быстрее и лучше растворилась. Ну теперь берем лимонную кислоту и засыпаем примерно 25 граммов, ну то есть пол пакетика. Хорошенько размешиваем. Сначала я размешал отверточкой, затем уже закрыл ее и побултыхал хорошенько рукой, чтобы она превратилась абсолютно в прозрачную водичку. Примерно как здесь, ничем не отличается внешне от воды. Все, теперь показываю для чего я это сделал. То есть когда мы паяем какую-то, например, деталь металлическую, либо медную, то припой у нас не пристает к ней. Нужно обработать ее флюсом. Ну а если же у вас под рукой нет флюса, его заменит без проблем обычная лимонная кислота. Что я и сделал. Вот смотрите сами. В моем случае обычный гвоздь, который я попробовал залудить. Он не залудился. Опускаем его в раствор лимонной кислоты и затем уже пробуем нанести на него припой. Все без проблем, припой прилипает. Сейчас я попробую также обычный кабель медный припаять к этому гвоздю. Также макаем кабель в этот раствор и припаиваем его уже к залуженному заранее гвоздю, который я залудил оловом. Все нормально держится, все крепко. Так что, друзья, берите на заметку. Если у вас нет флюса, его можно изготовить самому из обычной лимонной кислоты. Далее нам понадобится кусок олова. И при помощи напильника нужно наточить мелкую оловянную опилку. Далее я покажу, для чего это нужно. Я не стал много натачивать. Примерно чайную ложечку сделал, чтобы показать вам, для чего она нужна вообще мне. Высыпаю в крышечку от баночки для детского питания. Беру обычный вазелин в аптеке, покупаю дешевый, там рублей 20 стоит. И смешиваю его с вот этой вот оловянной опилкой. Хорошенько перемешиваю, чтобы получилась однородная масса. И, как вы уже можете догадаться, получилась паяльная паста. Очень классная и удобная вещь. Если у вас нет под рукой паяльника, вы можете ее нанести на скрутку. И при помощи обычной зажигалки спаять любое соединение. Припой ложится моментально и скрутка запаяна. Так что, друзья, берите на заметку. Классная идея, как сделать очень просто. Паяльную пасту своими руками. Ну, а на сегодня у меня все. Всем добра. Пока-пока.